Новосибирские новости Пострадавших в два раза меньше, чем прошлым летом. Кто варит самый вкусный кофе? Сибирские баристы собрались на профессиональный фестиваль. Кофеманы смогли попробовать напитки из зерен редких сортов. Школа-интернат номер 37 для детей с нарушениями слуха откроют 1 сентября. Новое здание вместо старого аварийного начали возводить еще в 2012 году. Строительство затянулось, пришлось сменить подрядчик и корректировать проект. Готовность интерната сегодня проверила Анатолий Локоть. С подробностями Александр Потенихин. До открытия школы-интерната номер 37 остается меньше месяца. 1 сентября сюда придут учиться больше 200 детей с нарушениями слуха. Ученики, родители и преподаватели учебного заведения с нетерпением ждут первого звонка. Дети у нас тут стайками приходят, смотрят и не могут дождаться, пока двери школы для них откроются. Все и педагогический коллектив, и родители. Вот с большим нетерпением ждут открытия вообще этой уникальной школы. Интернат строили долго не только из-за уникальностей и особых требований. На улице Прибрежной сложный рельеф. Проект подготовили еще в 2012 году, однако потом начались проблемы с подрядчиком и финансированием. Строительство продолжилось в 2016, но за 4 года изменились строительные нормы. На момент вот этого периода, когда школа была на консервации, не строилась, поменялись строительные нормы и правила по пожарным и по всем. Поэтому оно повлекло очень много переделок, определенных сложностей, вызванных с точки зрения инженерных решений. Сейчас готово и здание, и оборудование кабинетов. Абсолютно во всех классах интерактивные доски, чтобы дети смогли получать больше визуальной информации. Кроме того, в школе установили специальное оборудование – FM-систему беспроводной передачи звука. Это значит, что через приемник ребенок в любом месте сможет слышать речь учителя. У нас сейчас большие кабинеты, есть и логопедический уголок, и где можно заниматься с аппаратурой. Система «Роджер» – это беспроводная система, которая позволяет на расстоянии 20 метров, ну, чтобы глухой ребенок воспринял без каких-либо помех. Но она работает, ну, как Wi-Fi. При интернате будет работать многопрофильный центр дополнительного образования. Уроки от робототехники до физкультуры. В 37-й есть свой большой спортивный зал и даже бассейн. Мэр, проверяя готовность интерната, отмечает, кроме благоустройства на территории школы, важно было сделать удобный подъезд. Пришлось в благоустройство включить и прилегающие территории, потому что выход и въезд в вашу школу тоже должен быть удобен. Потому что этих ребятишек с особенностями, с отклонениями, здоровья, ну, я имею в виду слуха, конечно, будут привозить сюда родители. Их будут сопровождать. И надо, чтобы въезд сюда был удобный. 37-я не просто школа, а целый образовательный комплекс. Здесь будут помогать детям разного возраста. В том числе и дошкольникам. При интернате будет свой детский сад, в котором смогут обучать и воспитывать 20 детей. А ребятам постарше на базе школы предложат выбрать будущую профессию. Уже готовы электромонтажная, столярная, кулинарная, швейная и многие другие мастерские. Выпускники смогут выйти из стен интерната, получив знания и удостоверение для трудоустройства. Александр Потенихин и Денис Савинский. Новосибирские новости. 21 августа. Третий форум «Новосибирск. Город безграничных возможностей». Более 400 мероприятий. Международные и федеральные эксперты. Десятки тысяч участников и волонтеров. Новосибирск вновь станет центром обсуждения актуальных вопросов доступной среды. Подробности и регистрация на сайте городвозможностей.рф. Возрастные ограничения 12+. Происшествий на воде в этом году в Новосибирской области стало в два раза меньше. Спасателям, конечно, помогает прохладная погода, но и сами они много работают с людьми, воспитывают тех, кто загорает на пляжах. В этом году у нас 29 происшествий против 63 в том году и 28 погибших против 62 в том году. В большинстве случаев это профилактика. Мы проводим много рейдов, мы проводим акцию водообезопасных территорий. Самая большая причина в нашем случае это купание в неорганизованных местах. У нас все случаи, которые шли при купании в неорганизованных местах. Штраф за купание в неположенном месте от 300 до 1000 рублей. Но составить протокол и наказать нарушителей непросто. Большинство отдыхающих на пляж приходят без документов. Невозможно установить личность. Во всех неорганизованных местах отдыха обязательно должны быть предупреждающие знаки и спасательные посты с необходимым оборудованием. Пост оборудован всем необходимым. Начиная с документации, средствами связи, спасательными средствами для воде, для оказания первой помощи. Сергей, принесите, там аптечки покажите. Плавательное средство, весельное, на котором спасатели выходят, достают из воды, кому нужна помощь или усталость на воде и так далее. Особое внимание, конечно, не обращают всегда на детей, которые заходят в воду без присмотра взрослых. 3000 нарушений пожарной безопасности выявили спасатели в торговых точках Новосибирска. Шесть магазинов уже закрыты по решению суда. С начала года спасатели проверили более тысячи объектов. Список нарушителей передали в прокуратуру. Против 20 предпринимателей в суд направили иски о прекращении деятельности. 500 руководителей торговых центров оштрафовали. Основные нарушения – неисправная проводка и заблокированные эвакуационные выходы. Новосибирцев просят о подобных нарушениях сообщать по телефону 112. Хочу еще обратить внимание. Много жалоб. Дверь закрыта. Есть такие замки, называются антипаника. Как правило, в больших, крупных, вот это заметно, то есть, они снаружи, они вроде как закрыты, изнутри ручка такая, ну, разного она вида, но подходишь, ее нажимаешь, дверь разблокируется. Поэтому тут не надо путать вот вещи такие. Для дачников, которые хотят продать урожай со своего огорода, сделают дополнительные бесплатные места. Два лотка для торговли уже установили в Дзержинском районе у гостиницы «Северная». У них единый дизайн, есть навес для защиты от дождя. Занять место может любой дачник. Первую неделю после того, как мы установили эти лотки, навесы, и пока не было вывески, что это бесплатное социальное место, люди не подходили, потому что думали, что это за огромные деньги. Мэрия начала сдавать в аренду такие места. Нет, это как раз альтернатива для того, чтобы с несанкционированной торговлей нам бороться на территории города, мы начали предоставлять альтернативные места, чтобы не только запретом, но и чем-то, так сказать, предоставлялось взамен. До конца сентября бесплатные места для торговли оборудуют во всех районах. Уже собраны заявки. Кроме этого, льготные места по постановлению мэрии Новосибирска должны предоставлять на всех рынках. Подробнее об установке бесплатных лотков, организации торговли и муниципальных школьных ярмарках в интервью программы «Новосибирская неделя» рассказал начальник городского управления потребительского рынка. Новый выпуск выйдет в эфир в выходные. Около ста детей в Новосибирске попали под колеса автомобилей с начала этого года. Один ребенок погиб. За 7 месяцев текущего года на дорогах нашего города произошло 86 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Один ребенок погиб и 92 были травмированы. Если обращаться к статистике прошлых лет, то мы наблюдаем на протяжении нескольких лет снижение уровня дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Специалисты считают, снизить уровень ДТП в городе помогают тематические игры. Так, дети лучше запоминают информацию. Сегодня в преддверии Дня светофора юные новосибирцы изучают дорожные сигналы и знаки. Урок похож на конкурс. После разговора с инспектором дети рисуют на асфальте, отвечают на вопросы и получают призы. В такой неформальной обстановке, игровой, они запоминают, они когда, знаете, вот надо обязательно, и у них лучше это воспринимается. А так как у меня школьники, дорога рядом, и ты каждый раз это проговариваешь, и очень нужны такие мероприятия. Кто в Сибири варит кофе быстрее и вкуснее, выяснили сегодня на отборочном этапе русского кофейного фестиваля. Лучшие бариста здесь соревнуются за возможность поехать в экзотическую страну, где выращивают зерна. А любители ароматного напитка могут попробовать редкие сорта. Что такое каппинг и когда случится восстание кофемашин? Об этом Вероника Иванова. Те, кто любит кофе, кто готовит его профессионально, все сегодня на кофейных выходных. Не только соревнования для тех, кто готовит его, но и для тех, кто его дегустирует. Здесь и Эфиопия, и Колумбия, и Индонезия сложно назвать ту страну, откуда сегодня не привозят кофейные зерна, и ту страну, где не любят кофе. Это необжаренная косточка кофейной ягоды. Вот она такая небольшая. И уже после обжарки из нее выходит вся влага, и она значительно увеличивается в объеме, но при этом становится легче. Мы сейчас будем капить кофе. Капить – это значит пробовать кофе. Просто берете крупно-молотый кофе, завариваете его в чашке, 4 минуты настоялся, перемешали, как мы это делали ранее, и, собственно, убрали, все, можно пить. Крепко сжимаем зубы и через зубы втягиваем, как нас мама не учила делать в детстве. Маленькое количество кофе позволяет нам не попасть на горло, и при этом полноценно орошается полость рта, то есть вы чувствуете все вкусы, ароматические особенности, которые сложила природа. Только в одной Эфиопии, просто десяток разных оттенков вкуса, например, этот кофе отдает черной смородиной, или его вкус похож на красный чай. И вот опять же зерна из Эфиопии, но уже вкус совсем другой ягоды – голубики, чайной розы и мускатного ореха. А в этом зале проходят соревнования, профессионалы готовят кофе не только вкусно, но еще и быстро, на время, причем фаворитами является команда из Новосибирска. В прошлом году удалось не только победить всех в Сибири, но еще и выиграть поездку в Бразилию. Побеждают те бариста и развивают те бариста, у которых все хорошо с сочетанием ингредиентов. Такими ингредиентами могут быть листья чайной розы, васильки, соль как минимум, потому что для многих это негативный продукт, но в сочетании с кофем и при грамотном сочетании она может быть очень вкусной. Все больше и больше в наше время становится популярным черный кофе. Как это называется? Это карандаш для рисования. Карандаш для кофейного арта, да. Я попробую повторить наш логотип. Я макаю в темную часть как краску. Я поняла, мне не хватает усидчивости, кропотливости, мне хочется быстро. Приходит с практикой. Приходит с практикой и, наверное, надо выпить кофе просто. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Проводники станцевали у вокзала Новосибирск главный. Бойцы студенческих отрядов так решили отметить день железнодорожника. Акция «Всероссийская» прошла в 11 городах. Показывать жителям города Новосибирска, приезжим гостям, которые только выходят с поездов, что есть такое движение. Можно сказать, что проводник студент – это суперпроводник. Можно успевать сделать все. Это молодые ребята, энергичные, заряженные. Они в подготовительный период, то есть до отправки на работу, участвовали в многих мероприятиях. Показывать свои творческие навыки, спортивные. Парни и девушки из студотрядов танцевали под песню о остальных магистралях, раздавали прохожим воздушные шары. Новосибирск по праву стал одним из центров акции. Местные студенты-проводники не раз входили в тройку сильнейших на конкурсах профессионального мастерства. Так бы я сидела дома и спала бы, отдыхала, потому что все по домам разъехались из института. А так я хотя бы попутешествую. Приезжаю домой, радуюсь дома. Даже вокзал интересно посмотреть. Адлер очень красивый вокзал, прям современный. Прям видно, что курорт. Казань красивый, Екатеринбург. В Пензе тоже какой-то особый такой вокзал. Мода из комода. Выставку с таким названием открыли в филиале музея Новосибирска. Уникальные экспонаты собирали в прямом смысле из бабушкиных и прабабушкиных комодов. Винтажные наряды, свадебные платья из сица и предметы из гардероба самой императрицы. О том, что шили и что носили модницы столетия назад, расскажет Александр Медведенко. Сумочка из павлиних перьев, заграничный аксессуар из Сан-Франциско. Эксклюзивная вещь и для Новониколаевска, и для выставки в музее Новосибирска. А эта маленькая книжечка – предмет более распространенный. Подобные были незаменимыми помощниками модниц на именинных балах. Там всего несколько страничек, и они из слоновой кости. Это специальный карандашик, который пишет по этой слоновой кости. И она могла записывать. Форнета Боленский, Мазурга, поручик Ржевский, например, вальс или еще что-нибудь. Без этих предметов ни одна новосибирская модница не представляла своего существования. А Новониколаевск уже сто лет назад жил по законам моды. Несмотря на, казалось бы, тупровинциальность, которую всегда говорили о нашем городе в начале 20 века, тем не менее здесь были востребованы самые модные тенденции. Ну а магазины, которые были на Новониколаевском проспекте, как раз и предлагали нашим горожанкам самые модные наряды, которые были привезены буквально вот только что из Парижа, из Лондона. Экспонаты для уникальной выставки собирали около полутора лет. Из частных коллекций и заграничных комодов российских эмигрантов. Отдельный зал посвящен свадебной моде 20 века. Здесь же экспозиция мода из Харбина. Веяния Востока ярко отразились на гардеробе новосибирских модников. Знакомясь с русским Харбином, мы понимаем, как жила бы Россия, если бы не было революции. Вот это продолжение той самой России. Это удивительные женщины. Модные, красивые, аристократичные, прекрасно воспитанные. Поэтому Харбин диктовал моду всему Востоку. И мода оттуда до Новосибирска, до Новониколаевска доходила вперед, чем с запада. Отдельный зал посвящен семье Романовых. Самый дорогой, хоть официально его подлинность не подтверждена, экспонат с плеча императрицы. По легенде, той новосибирской семьи, которая нам передала только на время выставки, эту ротонду со своего плеча подарила их прапрабабушке Александра Федоровна, наша последняя императрица. Здесь есть опознавательные знаки того отелья петербургского. А это продовольственный набор, это трагически известный коронационный подарок. В 1896 году, можно сказать, из-за него на коронации Николая II и императрицы Александра Федоровны погибло более 1300 человек. Что примечательно, дизайн для коронационного стакана разрабатывал сам Николай II. А завернуто это было в уникальный платок из ситца. Кстати, кроме этого экспоната, остальные вот такие вот ситцевые платки можно найти только лишь на Черном рынке. Увидеть уникальные экспонаты можно в новом филиале Музея Новосибирска. Выставка работает ежедневно, кроме понедельника на Пской-4. Александра Медведенко, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова